Покой нам только снится, с горечью шутят жители деревни Галчаново в Фурмановском районе. В июне прошлого года на сельхозугодиях вблизи населенного пункта собирались рыть карьер. Судебные тяжбы идут до сих пор. В феврале этого года недалеко от деревни власти хотели устраивать свалку для всего района. Сейчас новая беда. Некие предприниматели разровняли площадку перед домами деревни и собрались строить там гостиницу для дальнобойщиков. Жители взбунтовались и организовали деревенский сход. Не местные власти, не бизнесмены, к жителям приехать не пожелали. Не у каждого есть деньги, чтобы ехать в Турцию, в Египет. Это у нас главы администрации могут ездить. Мы не можем, поэтому мы привозим детей сюда. А если из всего услышанного я сделала такой, что администрация не интересуется населением абсолютно. Им только интересно нас услышать тогда, когда идут выборы. Они пытаются захватить, я по-другому это не называю, вот как раз территорию, вот от их участка и вот до дороги. На мой взгляд, это недопустимо. Собственно говоря, когда мы собирали подписи, я так поняла, что, в общем-то, это не только на мой взгляд. Ирина Рыжакова и подписи собирала, и полицию вызывала, когда рабочие начали разравнивать землю. Документов, разрешающих строительство на этой территории, никто жителям не предоставил. Обидно асфальт, грязь, гарь. Это дышать нечем. Аллергия, болезни. Я не знаю. Люди бога не боятся, наверное. Обидно просто за всю обиду. Чем же нравится предпринимателям это идиличное деревенское место? Жители знают ответ на вопрос. Трасса А113 федеральная. По ней ежедневно десятки грузовых авто перевозят товары в Кострому и другие регионы. Страдать, пока кто-то строит бизнес, галчановцы не хотят. Деревни, есть деревни. Там не должны быть такие условия, как в городе, огорожено все забором. И что у нас? У нас планируется это как бы все под асфальт. А мы где будем жить? А мы где будем жить? Почему с нашим мнением вообще никто не считается? Возмутило жителей поведение застройщика. Рабочие выкорчевали деревья, посаженные жителями сломали качели. Официальных объяснений или информации о том, что собираются делать здесь, не поступает до сих пор. В генеральном плане нет отметок о том, какой является эта земля, как можно ее использовать. Жители хотят официально сделать ее территорией общего пользования. Раздолье было в деревне. Раньше играли здесь мы, городки и прочие были игры. И танцы были посреди деревней. Сейчас все это нарушено. В связи с тем, что хотели построить бани, вырос бурьян. Теперь бурьян снесли, теперь хотят построить гостиницу. Наши телекомпании, официальные комментарии представители Шираковской администрации обещали предоставить в ближайшее время. Жители Галчанова планируют отстаивать свою землю до конца. Письма в Рио губернатора и в департаменты разосланы. Следующий шаг – обращение за помощью комбудсмену. Затем, если понадобится, в прокуратуру. Галчановцы уверены, закатать деревню в асфальт не получится. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.